Маленький урок проведем. Пока сегодня суббота, нерабочее время. На кухне, чтобы никого не было. Сейчас мы коротко помолимся, чтобы в это время не спали, сидели, не перегибались, сидели как на уроках. Потому что мы говорим не о пустых вещах, а о тех, которые касаются нас непосредственно. Благослови нас, Господи. От твой сердца хоразумения Слова Твоего истинного, чтобы мы представляли себя, как на Суде Божии. И что мы тогда ответим за все, что делали, говорили, мыслили. А сияем благодатью Духа Твоего, Святого народ Твой, и даром всем рождения свыше и водительства Духом Святым. Слава Тебе, Отечественный Святой Дух. Аминь. Аминь. У кого спина больная, кому нельзя кладиться? Таких нет. Давайте, как следует поклониться. Поклон должен быть такой. Себя проверить, чтобы рука могла достать пол. Не вот такое колебание. Это один раз. Колени не подгибать, ничего. Это проверить. А на самом деле, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, поминул мне греша. Точно в центре албар, где у тебя чрево пук, правое и левое. Крестятся, как Попавла. Я один раз уже об этом говорил. Патриарх, когда крестится, всевозмездный Кирилл, он руку куда-то вот сюда толкает. То есть, совершенно небрежно крестятся. И архиереи также крестятся. Священники также крестятся. Что-то спрашивают. Вот в архиере, когда берут, то обязательно честь, когда отдают. На голове должен быть горной убор. И как? Вытянутая ладонь должна быть. И вот, в конец брови, сюда вот. Рука на вынос под прямым. А не так, как Брежнев стоял на трибуне. Вот такой, помирался. То есть, тем более мы. Если крестное знамя ничего не значит. Зачем за того, говорит, небрежного бахания руки? Бесы радуются. Вот мы вот так вот машем обед. Наш человек. Наш. Не обманишь. Я думал, видение было. Он руку не доносит. А здесь сидит черт. Черт рогатый. Хохочет над ним. И вот, когда научил, он поставил руку. Вот тот опрокинулся от дьявола, и больше ни разу не подошел. Видение уже показано. Поэтому это не для меня надо-то. Это, ну, каждому, кто думает спастись. Перекрестись. Поклонились. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Рука не достанет в пол. Еще лево мешает. Ну-ка, снова начинайте. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Видишь? Пол. Задей. Опять не заделал. Снова. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот. Поклон. Садитесь. Первоначально. Первоначально. Вчера у нас были некоторые события, которые не ежедневные. Мы ходили на костер. Ну, я там присутствовал с вами. Все. Посмотрел. Уже пересы сняты. У меня другие дела были. У меня времени просто нету. Вот есть люди, которые проповедуют хорошо, а жизни его не соответствует. И Господь говорит, что говорят делать, а по делам не поступайте. И вот он выйдет, говорит, и хочется сказать. Вот никогда бы он не сходил с кафедры, все время проповедовал. А когда посмотришь, как живет, так хочется сказать, чтобы он никогда не проповедовал. На кафедры не залазил. То есть несоответствие совершенно – это два разных человека. Главное – это проповедь наша – это жизнь. Есть Евангелие Марка, Матфея Марка Лукияна, и есть Евангелие наше. Евангелие – это благая весть переводится по-русски, из греческого языка. Жизнь наша, пишет Пятое Евангелие. Это не по Писанию слова, но они именно есть. Господь будет спрашивать – идите, пропадайте Евангелие. И далее – блаженны, слышащие, верующие, и блаженны, слышащие, исполняющие. Теперь я спрошу, там Никита был, Володя, какие нарушения были на костре? – Разговаривали во время пения? – Разговаривали. Когда другие поют, а не оттуда разговариваешь – это неуважение тому, кто поет. Неуважение – сам не поешь и другим мешаешь. Разговаривали. Кто разговаривал во время, когда другие пели? Разговаривать можно, но когда начали уже петь – подсоединяйся или молчи. Церкви, шепотом даже нельзя слово сказать. Я говорю – вы, приезжие, не знаете. Я то гляжу, что-то мать дочке говорит – не с лука, губами даже не шевелит. Все, учение здесь, не там. Церковь не нам принадлежит, она Богу и священнику. Какой властью ты это делаешь? – Христа спасили. – Какой? Ты не с коленой леви, а что ты учишь? Он, царь, Бог, говорит – дом мой, домом молитвы наречется. Молитва – не болтовник. Просто. Ничего не надо толковать. Дом мой и домом молитвы наречется. Дом молитвы – не молитвенный дом. Баптисты этого не понимают. Молитвенный дом – это там, где люди собираются, беседуют, обедают. А дом молитвы – это дом для молитвы, это литургия. Там никаких трапез, ничего не устраивается. В другом помещении отделенном. А некоторые начинают так, широм повесили, дальше продолжают свои дела. Концерты сейчас ставят, пляски устраивают веселыми ногами. Никакого отношения так к православию не имеет. Православие – это строгость. Вот патриарх молится, так вот сюда вот. Раньше Путин молился, когда с ним был, молился или нет, не знаю, но крестился. А сейчас Путин так же. То есть, я считаю, кто-то кого-то возвращает у нас. Ну трудно ли руку поднести сюда? Это крест. У тебя получается, если сюда вахло, то сюда у тебя креста-то нет, ломаная. Ты крест ломаешь. Еще как. Крестятся, одновременно клоняются. Крестятся, да и крестятся, как попало. Даже самое малое, и то неправильно делается. Кто разговаривал во время пения? Поднимите руки. Никто не разговаривал? Егор разговаривал. Разговаривал он, значит, Марина. Вы сами понимаете, что это. Вот радио, когда говорил раньше, я услышал и понял, так они правы. Радио или выключи, или слушай. Пренебрежение слушающего. В это время пустые разговоры ведут. Тем более сегодня, когда видео работает, когда мы в храме были. Ты сиди, слушай. Сразу тебя сморило, спать охота закрутился. Такой боевой парень. Я хотел сказать, послушал там пение было. Тарас пел. Тебя надо все время на костре держать. Куда заброн? Такой парень. Замечательный. Так он поет. Поет, да еще и играет. То есть, а цены ему нет. Девки хороводом вокруг тебя, как мухи будут. А на самом деле, по жизни, это по своей. Первый хулиган. Защитщик всякого беззакония. Беззакония. Задира. То есть, вот это несоответствие полнейшее, совершенное. Итак, Никита, выйдите сюда. Расскажи, что они вчера там утворили опять-то. Кого будут называть, сразу сюда выходите. Значит, Стёпа. Стёпа. Раз. Сюда. Я там был тоже. Ну, здесь вот. Так, вот раз. Послушайте внимательно. Какие у нас истории происходят? И что там случилось? Где там? Пока я был у себя в квартире, они остались там. Ошибка главная. Я всегда говорил, встал, вывел их. Всё. Вышли. Назад не надо. У вас ни капостей заправлять, ни чего. Ключ. Думайте сами открывать. Ключ недолго переставить в другое место. Там на день я одного не сказал, днём не должно быть. С первого дня сказал, чтобы были здесь, сидели, занимались. И зачем одним быть? Они одни не могут. Они балдеют сразу. Христиан среди них настоящих-то нету. А их поэтому сатана крутит, как они перекреститься не могут. Они начинают друг друга толкать. Вот здесь сядут на скамейках перед обедом и компот, и всё воронят. Как подошёл, он сразу зажался, он камень занялся, чтобы их не наказали. У него в городе другого жеста-то нету. Вот здесь Саша женился на Кате. Вот он когда маленький был, а баба его, Нина Васильевна, это родная сестра Надежды Васильевны, моей жены. И она в окно смотрит, а Саша что-то разговаривает и кому-то кулаком показывает. И что-то такое говорит. Фиву там или что-то показывает. А бабка ему в окно, Саша, ты что делаешь? А он как, кулак у него был, он сразу кулак. Старая, блядься, так себя фотографируется. Мне там болит, и все десятят, вот мы видите, мы какие-то. Мороза у Боярова не везут. И он кулак сразу мгновенно раз, баба пришел даже. Маленький, там года три ему было. Так просто это все переделывают. Вот это вот сестра, никогда не показали за козел. Это сатанинский знак, вот это вот. Но это, если просто сложу, он ничего не значит. Но везде президенты, все артисты, все стоят вот показывают. Это я свой. Знак сатаны. У них знаки много значат. Вот один описывает. На каком-то там где-то раунде были они. Но я, говорит, не знаю кто там у них были. Игентяне, другие. Я сел и смотрю. Напротив меня один сидит человек, какое-то слово сказал. Я, говорит, я подумал, не надо бы это говорить-то. Он взглянул на меня, он меня понял. Ложка лежит, он ложку положил и сразу вот так вилку на нее. Я, говорит, так и ахнул. Это у него звание такое. Он не просто так, он звание имеет огромное в масонстве. Он в последней степени посвящения. Я, говорит, сразу опустил глаза и он понял, я полностью подчиняюсь ему. У каждого яд, кому капнуть, кто должен умереть. Когда они поступают туда, он готов у любого убить и умереть, когда скажут. Такая дисциплина. И когда дают, заводят, показано, как у масонов. Америка вся промасоненная там. Канада, это все одно шатие-братья. Англия, это Великобритания. Завязанные глаза, когда они заходят, одна штанина поднята. Это все, которые от них вышли, они должны быть убиты. Но есть люди, которые сумели остаться живыми. И они знают их планы. В мире мы видим, а вот такие-то, там-то. Рука Москвы, где бы еще не случилось землетрясение, пожар. Это рука Москвы. Это все ли игра. Игра. Милюков пишет, министр внутренних дел. В правительстве было. Гляжу, они выступают, друг друга громят. А потом они в ресторане вместе сидят, обедают. Такие друзья. Ему дали роль. Такой ты, коммунистом будешь ты. ЛДПР. Жириновский. Это Единая Россия. Ты говори вот это. Немцову вот это. Навальному вот это. Им отвезено где-то. За эту грань не залазь. А он залез за эту грань. Залез, значит, Жириновский. Тебе шут вот такой. Будь гороховый. Придворный. Березовский. Миллиардами ворочили. Что ему на ней не хватало власти? Я все равно Путина уберу. Путин был, остается, а его нету. Немцов поднялся. Это Путин. Да это надо глядеть все. Немцова пристрелили. Всех, которых я знал, были против. Все до того уничтожены. Другие страны отправляют люди, которые там живут. Вот этот Беленко бежал, самолет угнал-то. Все устроился, все нормально. Друг авария, погиб. Где-то его автокатастрофа. Этим они занимаются. Идет в руках у него зонтик обыкновенный. Обыкновенный зонтик. Но штырь этот у него начинен ядом. И он, проходя мимо, только ткнул в сторону. Но человек пал. Ни один врач не определил, от чего умер. А там маленький прокольщик. Все. Мгновенно сердце останавливается. Он даже не успевает обернусь и посмотреть кто. Бадеру также убили. А я к чему это говорю? Послушание. В первую очередь. У тебя нет послушания. Ты не закрыл. Ты оставил их и мог огромную беду нажить. Ну и вчера привел их ко мне. Я тут разобрался. Дальше рассказывай. У них кто-то нашел бутылку. Я нашел бутылку какую-то. Отдал Егору. Егор дал бутылку. Кто нашел ее? Первый. Кто нашел первую? Кто? Кто нашел бутылку эту? Первый. Кто ее взял в руки? Я. Ты. Зачем она тебе нужна? Я вас за подвал наказал. Шныри. Я просто ее увидел. Ты же прав. Тебя накасается бутылка? Нет. Вот эти машинки наставят. Опустите их вниз где положено в ящике. Еще они там у вас пылятся. Не работают. Они везде лезут. Почему? Своя душа пустая. Его интересует чужая жизнь. Меня не интересует. И когда я иду. Ну если на дороге. Брал с дороги камушек, палочку. А этого он не видит. Он берет сам не знаю что. Вот житие Конона описывается. Это же описывается в житиях святых. Обыкновенно их жил. Но Бог дал ему власть над демонами. Демоны. И они ему все делали. Он говорит огород прополоть. Окучивать. Они тут же его окучивают огород. Воды надо искать. А тогда насосов не было. Они ведрами или как все рукомойники все заполнили. И было такое даже. Повадился волк. Таскать там где-то ягнят. Ну-ка поймать этого волка. Они притащили его. Волка с ним. Так волк. Больше этого не делай. Все. И вот где-то кто-то в городе говорит. Конон плохой. А Конон он жестокий. То другой. Демоны его хватали. Тащили. И русская печь такая вот разожженная. И в печь его толкали. И когда он перед смертью. Он ему кажется 32 сосуда глиняных было. И он туда и без всех запечатал. Закрыл. Крестным знамением. И ни один вылезти не может. Ну вот копали. Кто-то дом строил. И нашли сосуды. Ой. А что там внутри? Вот они нашли эту бутылку. Как только открыли бутылку. Поднялись такие вихри. Такое зловоние. Такие вопли, крики. Ну кто видел про одного такого? Как его звать? Я не помню. Кто? Не помню. Не помню. Поднял руку. Ну какой-то такой. Есть такой это. Хаттабыч. Вы помните такого? Старик Хаттабыч. Старик Хаттабыч. А откуда он взялся? Из бутылки. Нырял парень. Сосуд вытащил. Дом открыл его. Подбросило. Прилив к потолку. А дальше все это пошло. И он говорит. Земля плоская. Земля не круглая. В портрет. Поместился. А учителя не видят. А оптор видит. Который ученик в его власть попал. И он слушает. Земля плоская. Учительница. Как плоская? Она же округлая. Не круглая. Она стоит на слонах на черепахе. Но это неверно. Верная. Он тот говорит. А тот отвечает. А на конце там живут люди все пришивые. Аха-ха-ха. Ученики хохочут. А он толкует. Глядеть на него. А учителя никто не понимает. Это можно посмотреть. Включить где-то. И он. Щара-то с него снимает. Он говорит. И там земля такая-то. Как только однём дрогнул этот. Волька-то. Ну как его. Волька-то Валентин. Или как его. Володя. Володя. Вот-вот. Ну в один раз. Фильм отлично поставленный. И он всякие пакости там делал. Какие пакости-то. По-хорошему. На ковре летят там где-то. Самолёт летит. Сильно гудит. Он взял отключил двигатели. Самолёт падает тут. Ты что наделал, Хаттабыч? А что ты не шумел? Так мы разобьём. И вот самолёт. Ту. Вот так вот. Около самой земли уже. Он отстал от жизни. И вот этот сосуд они нашли. Понимаете? Сколько я вам к этому говорю. Первый нашёл его кто? Ты. Вот. Тебя Хаттабыч теперь и потащит. По своим ухамам. И что ты с ней сделал с бутылкой? Я ничего. Я дал её Тарасу. Я нашёл. Нашёл. Говорит. Деньги. Книжку нашёл. И деньги у нас один. Игорь Третьяков. А где ты нашёл? Ну у батюшки были навешалки. Так что же там искать? У батюшки навешалки. Только у батюшки ещё в карманах что-то есть. Где ты нашёл? Копали мы. И допустим там. В воде. Никита там. Провода натягивал. Вот так вот раздеты. И там щупал где проволока. Это сосуд. И нашёл сосуд полный золота. Вот он нашёл. А что ты нашёл? У батюшки навешалки. Ты в чужом доме. И что ты мог находить здесь? Тебя это касается? Ты его увидел. Зачем ты его в руки брал? Я спрашиваю. Зачем? Просто. Шнырь. Потому что ты шнырь. Шныришь где не надо. И дальше всё идёт от тебя. Ты что бутылку взял в руки? Зачем? Хотел посмотреть что-то. Точно так, Олька. Посмотреть. Зачем тебя смотреть, когда то чужое тебе не принадлежит? Зачем ты руку протягивал туда? Есть хозяева здесь. Не забывай, что ты оставил их открытыми. Зачем? И как ты узнал, что там есть? Да мало ли бутылок где-то есть. Тебе надо знать, что внутри. А внутри там джин, хаттабыч сидит. И вот он дальше будет сейчас разворот это от хаттабыч сделать. И что ты сделал с бутылкой? Я ничего. Ничего. Только достал их. Ну ты оттуда с места стронул? Да. Да. Он ничего не сделал. Он просто стронул. Натянутая растяжка. Знаете что? Струна обыкновенная натянутая. А натянута к мини. И ночью человек задел, сразу взрыв человека нет. Ни один. Ни один. Вот в день победы справляют. Идут курсанты. Ну милиция везде охраняет. И вдруг женщина в коляске везет ребенка. Ну кто на нее обратит внимание? Она ее поставила, что-то покрутила, оставила и ушла. Никто не знает еще. И вот когда эти маршировали. Молодые все. Курсанты-то. В это время раздался взрыв. Противотанковая мина направленное действие. 98 человек смело со своего пути. Это нас привезли. А дальше дистанционное управление. Нажали кнопку. И все. Вот уже не день победы. День смерти. Их считать страшно. Они идут. Ребята молодые, здоровые. Смеются. И будут взрывы. Они уже на том свете. Кишки разорванные висят на деревьях. Ничего нету. Матери никогда не дожатся сыновей. А почему? Женщина идет. Пузатая. Надо остановиться. Да не надо. Мы на аэродром едем. Обслуга аэродрома. Ну ладно. Ну что вы. Она руки поднимает. Остановитесь. И мы в Казани не останавливаться нигде. Остановились. Она зашла. Только зашла. Она сразу соединила провода. И полный взрыв. Весь автобус погиб. Обслуживать аэродром некому. Сколько там было. 48 человек. Женщины. Их люди. Все одной погибли. Почему инструкция нарушена. По инструкции не надо было нигде. Ну взорвался один где-то как-то. Я рассказываю то, что в газетах печатают. Показывают. Ты ее открыл. А ты не знаешь, что там есть. Там могла быть кислота. Я не открывал. Ну какая разница. Ты поднял ее. Ну кто считал поднятая целина. Михаила Александровна Шашолохова. И когда Давыдов пришел на урок. Видит там резинку. Он делает там. Нажует бумаги. Там стреляет. И один полез в карман мальчишка. И достает. Он глянул. Говорит у него ручная граната. Лимонка. Я говорю так и ахнул. Я ему показываю. Не трогай. А он там колечко дернуть ему. И тогда взрыв будет. Я ему показываю что-то там свое. Я тебя за это. Давай обменяем. Молча чтобы. И дальше он узнает. Все таки он. Выманул ее. Потом узнал где. И стали копать там пулемет. Что заготовленное оружие было. Против советской власти. Ты ничего не знаешь. Одна граната у тебя. Я ее достал. Ты ее ничего не трогал. Ты просто взял ее и вытащил. А теперь любой подойдет. Вот этот вот. Ему разницы никакой нету. Он уже безголовый. Он совершенно не думает. Ни о жизни. Ни о чем. Козлиная жизнь началась. Он будет прыгать. Скакать. Как только занятия какие. Так вниз головой уже. Все. Перевесился. Ты достал. Зачем ты ее трогал. Когда она не твоя. Сколько раз ты в жизни лазил где не надо. Это только мать знает. Да и кто не все знает. Зачем ты ее трогал. Ответь. Просто. Просто. И все просто. Это просто означает для тебя это обыденно. Просто. Ничего сложного нету. Если свет который в тебя тьма то какова же тьма. Как. Если ты живешь по темному по безбожьему и считаешься верующим. А что с неверующих спрашивать. Ты. Здесь. Главный. За Никитой. Никита. Отойди с торопой. Ты мешаешь мне сейчас говорил. А ты иди рядом с ним. Второй. Может он стоил рядом. Дальше что происходит. Никита рассказывай. Так. Ты дал Тарасу бутылку, да? Нет. Я дал Гору. А он дал Тарасу бутылку. А он дал Тарасу бутылку. Да. Ну все. Это главные руки попали. Все. Тут уже закипело работа. Нет. Вот Тараса на каждом пальчике сидит, как будто бы нечистый дух. Даже вот, который бегать, надо выбежать, платочка нет, это может быть. Отсюда выбежать, рукомойник, коснуться и пробежать туда и до ворот. Он набегает до ворот и Володя с ним вместе-то. Просто коснуться не можно, он подходит, дверь пинает, распинается и дальше. Это маленький ребенок. Зачем ты дверь пнул? Смотри на его лицо. Это ангел. Такой ангелок, а рога в потолок. Ты добежал, сказали, рукой коснуйся. Зачем ты пнул дверь? Это просто, я просто так. То есть это просто, это запросто у них идет. Ты эту дверь не строил, не трогал. И когда гвоздя не забивал, зачем ты ее пнул и раскрыл? Она закрыта была. Сегодня я тебе дам какую-то чурку, ты будешь до беда пинать ее туда и обратно катать. Я тебе эти ноги поставлю на место. Хулиган. Кто-то мать Галины Александровны так на меня говорила. Говорит, что вы хвалите его, ну, пооборотите ноги. То есть она знает, что дом это не такой. А я смотрю это как на шалости какие. А сейчас гляжу, нет, мать-то права. То есть она искала от меня строгости по отношению к ее сыну. Наказать его надо было. А вы опять его не наказали. Понятно, как мать? Она настоящая мать. Она нигде не одобрила. Вот у японцев. Хозяин соглашается со всеми. Вот все об этом не сказали. Он гостя призвал, который и с гостем соглашается. А потом гость говорит, а какие у тебя сыновья хорошие. Так, это нет. Саки, ты ошибся. Нет. Тут вот единственное, в чем они не соглашаются. Какая умная нация. А тут как? При тебе я сказал. Надо я это или нет? В шесть лет подбородок уже висит. Надо? Ты сейчас приложи все силы. Посади ее на галатинскую систему. Выйти из этого. У меня такие люди были. Это сердечник. Уже голова болит. Я доберусь сейчас до этой темы. А голова болит из-за чего? А дальше мы разберем. Вы разрушаете храм Божий. Храм. Храм Божий. Это наше тело. Храм это не доменная печь, которая коптит и воняет все время. Храм. Там песнопение ангелов слышится. Там ничего лишнего нет. А какой это храм? Это ясно, что не храм. Бочка с жиром. Тюлентом или кто? Морж. Больше тонны весит. Или минимум. Так, еще дальше. Тарасу попало в руки. Замещайте. Все. Этот сосуд должен быть распечатан. А ему разницы нет. Она взорвется. А ему разницы никакой нет. То есть жизнь его копейки не стоит. Он так ее оценил. Что ты здесь делал? Как тебе он дал? Ее в руки дал или как? В руки дал. Понял как? Поджигатель глядет. И стоит кроткий такой. Он невиновен. Но ты главный-то подал эту идею, Ленин. Ты сказал грабь награбленная. Он сам Ленин никого не убивал. Гитлер никого не убивал. Он вегетарианец был. 50 миллионов сожрали. И что ты дальше сделал? Он подает тебе. А ты понимал, что это не его бутылка? Да. Зачем тебе руки взял? Вот 45 лет я начальником детского лагеря был. Сейчас нет детского лагеря. И не было ни одного ребенка, который остановил бы другого от зла. Одна у меня была девочка такая. Сейчас не знаю из какого-то. Она уже взрослая. Я имею, который пониже еще возрастом. Она остановила. Ты неправильно сделал. Надо пойти сказать этим воспитателю. А он ее толкнул. Там что-то такое. А что я пойду? Ну тогда я пойду. А я тебе его отдам. Он говорит, я и про это расскажу. Его сразу сгребли. Мы начали его вот так. Мать здесь же приехала. Мать работает психологом. Психологом. Я говорю, надо его наказать. Смотри какой. Факлун бомбежит через ограду. У нас такие, называется, битые, как шаробки. Ну отрезанные палки. И кидать, городки вышибать. Игра такая. Отролеп толстой играл. Русская игра персональная. Вот эти палки взял, в туалет сбросил. Ему это надо в туалет палки сбросить. Теперь надо выловить оттуда. И его надо наказать. Мы зашли в большой зал, где игровой тогда была палатка танковая. Мне генерал-полковник Кенков подарил. Его наказать. Его не могу наказать. Он как уголь. Вот так вот ведется. Ну, Виктор Николаевич, он какой он. А ему, я не знаю, лет, наверное, восемь. Ну, не больше. Он его так под вышку взял. У него ноги вот так вот. Он орет, а мать сидит. Клянусь сердцем матери. Это кляется сердцем матери. А мать сидит. Ни слова. Но тут я его начал вправлять в мозги на место. А потом посадили его на веревочку. Как? В веревочке. Петлей на руку. И воспитать. Ни шагу, никуда. Вот теперь так. Идем ночью. А на ночью их подпирать стали, чтобы он ночью куда не удрал. Совершенно неуправляемый. Мать говорит, выхожу. Второй, третий раз замужем. Ты за него развожусь. Я его седьмого этажа выборшу все равно. И коснулась в это время мне быть на операции. Так она пришла. Пришла с подарками на операции, где я лежал в палату поблагодарить. Я как еду за руку его держу, он никуда не бежит. У меня такого привезли. Один, кто знает, Паша. Какой мой борода или какая-то там. Вот. С Казахстана. И баба Валя тут. Он сказал, какой он от ее в сторону. Пилить. Он бежать. А вот такой был шкент. Совсем небольшой. Четыре года. Я его тут поймал. Вот тогда у кусты. Наказываю, когда никто не видит. Крапива я прогладила. К бабе. К бабе подошел. Баба сказал умать ее. Я его опять поймал. Кусты. И третий раз. Он тогда говорит. А если я убегать не буду, меня больше не будете бить. Я говорю, нет. Больше ни разу не побежал. Пацан-то умный. И он везде к Гоголю. Везде. А плавать не умеет. Он как обезьянный бой-то стоит. Только вот так руки держит. Ну и все. Баба домой. Баба домой. Он заел бабу было. Я говорю, нет. Начинаю с того, чтобы научиться плавать. А теперь научился плавать. Домой не хочет ехать. Он перед ним щетками. Она выкручивается. А то другое. Ну явно дело, что он погибнет от женщины. Он лопается буквально. Грех, дух, блуда уже в нем сидит. Дальше. Там я ее кинул к стебе. Даша, подел. Даша. Реакция пошла. Бурная реакция. Пока бутылка еще там стоял, никто не трогал. Джин вышел из повиновения. Степа. А почему Степе? Я хотел, чтобы он слез. Откуда? С чердака. А тебе какое дело с чердака-то? Когда у тебя чердак-то пустой здесь. Зачем тебя командовать там, Надим? Тебя никто не ставил. Зачем ты решил его с чердака спустить? И как? Бутылкой? Бутылкой. Это молодая гвардия Бориса Полевого. Они там в окно. Он выбрасывал зажигательную смесь. В школу летел. А так-то бутылку бросают. Один из эпизодов молодой гвардии. В Краснодоне было. И как ты его решил? Бутылкой сшибить оттуда, да? Я хотел его оттуда угнать. Что? Угнать хотел оттуда его. Ну как ты угнать его хотел, когда он там сидит, а ты бьешь, наоборот, загоняешь его? Если бы ты был на той стороне, выгонял бы, то ты обманываешь уже. Ты его не мог никак выгнать. Вот, допустим, мне надо выгнать собаку откуда-то. Я с той стороны захожу, они отсюда, я ее гоню. Она в другой угол и бежит от меня. Ты солгал. Во-первых, этого не надо. Бутылка, ты решил ударить его бутылкой? Да. Да. Нормально, слушайте, сестры, мамки, расскажите. Это ваш брат. Детство тростет. А там сидит мальчик такой, играет на гитаре, он там поет. Умиление одно. Но выйдет за него замуж, ты в синяках будешь ходить каждый день. Он тебе в огне, и рояль разобьет, и что угодно. Он не руководит собой. Подошел, дверь пнул, то так видно, что умело пнул. Дверь не знает, куда вылетит, но она привязана дверь за шарнир, он не мог оторвать ее. Но это и как? А он на лестнице был ли где? Нет. Степа, да? Степа. Он был наверху. Зачем ты туда залез? Теперь по порядку. Зачем ты залез наверх? Какой ты имел право? Я говорил, на лестницу не прикасаться даже к лестнице. Она вам не принадлежит. Вы на первом этаже только спать. Там опасность, упадешь, она высокая. Ну, лестничной площадки-то нету, она с плащником идет. И ты 13 ступенек пересчитаешь. Зачем ты залез туда? В прошлый раз я уже гонял, наказал, не заходи, ты это слышал. Зачем ты залез туда? Чтобы они меня... А? Чтобы они меня пристали кидаться мусором. Ну, ты сюда и пришел бы. Туда-то зачем лидишь, когда нельзя? А сюда надо спасение-то искать. Не там, где никого нет. А наоборот, туда к людям надо бежать-то. Ну, разбойник за кем-то будет. Если человек бежал бы в лес, а рядом люди стоят. Да к людям надо бежать-то. Здесь взрослые, они заступили за тебя. Я уж не говорю, ты сдачи-то не давай. Ты бы дал издачи, но стеленки у тебя нету. Потому что ни один не тренируется. Вот это тренируется по борьбе у Вики, брат. Где она моя? Вот она. А Грюша-то? Он бы тебе рога-то обломал. У нас был красок Сережа такой. До того парень высокий, рост он такой. Мне доело. Случай был, когда я его там одев упрекнул. Обжор это. Он доел, все подошел как с безданоновым по зубам. Я их обоих наказал. Но который упрекал, он ехитый такой, от баптистов пришел. Двое, как два кощей сидят, никогда не играет, ничего. Все недовольные. А это всем довольные. Смазал ему сразу парюшки-то. Так Андрей-то уже в том году наказал Степу. Или позатомли году. Он же его ударил. За то, что тот его пузырем назвал, Андрей. Степа назвал его пузырем, а тот его ударил. Так он не его назвал. Он это... Андрея, Андрея. Андрея, Андрея. Андрея? Да. А кого ты назвал, идиот? А, это на мой оборот. Я пузырем назвал Егора, а идиота Андрея. Тебе не надо никого называть. Зеркало сам на себя посмотри. И поймешь, что ты сам себя упрекаешь. Тебе надо вести себя очень тихо. У тебя необычное рождение в барокамере. Это от тебя не зависело. Он знаешь, что ты это и понимаешь. А ты не такой. Вот я бы сейчас пришел и сказал, Оливия играет неправильно. И кто другой начал бы ноты перебирать. Когда не слышу, кто в дверь стучит. Медведь говорит, что на ушах спал у меня. Еще бы я ее показывал. Я могу только благодоление смотреть на ее пальчики. А ты кого-то еще и обзывать пытаешься. Вот в прошлом году ты такой был. И нынче ты не меняешься нигде. По-христиански ты бы так. Он даже ум ударил, подошел. Да простил, поставил вторую щеку. Поставил ты ему вторую щеку. У тебя щеки хорошие. Он не промазал бы никак. Щек, амичок. Вот видишь как. Два брата, вы оба причащаются. Вас близко не надо допускать. С соглашенами выводить. А вы причащаетесь. Вот тут демон-то и наворачивает теперь эти. И что, ты бутылкой бросил в него? Да. Нет, нет, нет. Она сверху пролетела. Сверху. И теперь полетела оттуда уже жидкость. Неизвестного содержания. И этой жидкостью привезли этого облитву. Я еще матери-то скажу. А могла быть кислота. Кислота добавляется, когда паяет что-то. А жил человек, который паял и все делал. То есть это вполне могла быть кислота. Кислота. Кислота попала уже глаз. Пока он добежал мыть, глаза уже нет. Он вытек бы у него. Вот сюда бы потекла кровавая жидкость и все. Никита, твоя эта паста. Еще ничего не было. Я уже заранее должен предвидеть. Я сказал, дверь должна быть заперта. Сразу же. Как только утром выше, с обувью переобулись. Ту и другую можно обувь взять. Чтобы второй раз не ходить. Тебе легче? Тебя ответ давать не надо. И что дальше? Ну, эта жидкость на него накапала каплями. Ты видел, что из него понелось что-то? Нет, я не видел. Не видел. Знаете, убийцы и бандиты, они не справляются со здоровьем и того, кого не ударили, убил и идет дальше. Все правильно у тебя идет. По-преступному. Не поинтересовался. А он забрызганный был и на теле. Отмыл это все? Да. Понимаете, минута одна. Одну оставили одни. Вот такие вот христиане. Это поколение от нас примет наследие. Они дальше будут руководить этим миром. Еще он будет руководить. Но в одну минуту вас жжет войной в Афганистане. Как Жириновский. Мы бы даже в Париже сейчас танки шли. Дураком даже нельзя назвать. Самый умный, наверное, депутат. Ну, такое колесе, стугородие. Женщина одна сказала не так. И все, фотографируем все. Он схватил за волосы ее. Пошел трепать как мышонка как. Ну, здоровый мужик не изработался. Хвалится, где блудил, где пил, сидит, обнялся с кем-то там. Все это заснято с товарища. Это матерится, матерится. Депутат. Знает французский язык. Военное звание полковник. Умница. А ничего нет без Бога. Без веры в Бога. Он пришел в точном уследие. Как только жене исполнилось 50 лет, ее немедленно нужно сдавать в бурдом. А шторки все убрать. Депутат. Это все открыто, фотографирует, ходит, показывает. Еще дальше было после того, как ты бросил бутылкой. Я не помню. Не помнишь. Подвыпивший был? Или что? Нет. Нет. Ну не помнишь, обычно говорят, я не помню. Вот тот шофер закатил сюда, в дрова нашу ударился, пьяница. Он не помнит. А ты-то почему не помнишь? Что мозги развернуло или отшибло? И ты так и не понял, что что-то не то делается? Понял. Понял. И решил добить его, пока он живой, да? Чтоб свидетелей не было? Нет. Никита, дальше расскажи, как тебе-то все это попало? Не вовремя ты подвернулся-то. Ну я выхожу, и запах такой стоит, там какую-то краску там, может, разлили где-то. А это или олифа была, или что-то такое? Ну я спрашиваю, что-то брали краску, нет, ничего не было. Я прихожу сюда, Степа выходит, говорит, меня машинным маслом облили. И запах стоит тоже тут такой, как в гараже. Это наши ребята, наша родня, наши хлопцы. Вы друг друга бьетесь, один мальчик вашего вот за чеченец, он бы вас всех положил. Показывает чеченские, как они тренируются, ребятишки, и русские стоят там, и все-то так вот. А эти бьют, они настоящие мужчины. Шесть лет он ползет с автоматом под колючей проволокой. Он бежит, падает, препятствия, шесть лет. Шесть лет ребенку. Это уже боевик настоящий растет. Его спрашивают, а какая у тебя мечта? Умереть за Аллаха. Как мой брат там подорвал себя, и с ним пятьдесят погибло. У него мечта главная. А у этого что, на лопасти где-то, и чтобы никто не видел, на пакосте, плюс там что-то где-то. Рано или поздно ты нарвешься. И руки и ноги тебя отшибут. Это сделает тот, кто назначен для этого. Он где-то растет. Тарас, тот тебя учить будет, он где-то подрастает. И ты на него наткнешься. Был один человек, который очень быстро стрелял. И как чуть-чуть и так, он за пистолет и стрелял. И на его могиле написано, он опоздал на одну секунду. Наконец-то так он нарвался. И как только руку туда дали, а у того, кажется, за пазуху. Как будто, ну, так вот, все. Ну, как профессионал. И будто ничего нет. Как ты дурковал его высказать. Вот только на жалоб. Того начальника разведки уже нет. Ты найдешь такого. Он где-то растет. И я не знаю, о чем молиться. Может, это хорошо будет, что, наверное, у злодея меньше будет. Ты столько слышал и такие пакости вытворяешь. Притом ежедневно. Ежедневно везде. А не я первый. Вот взял такой, вот, не ты первый, не ты. Первый был там, в раю еще. Змей подполз. Ты уже второй. Я не первый. Ну, еще дальше, Никита, как ты дальше начал? Ну, нет, разузнал, что случилось, ну, решил сразу к вам идти, чтобы не отлагать до ужина и до завтрака. Надо было помыться, Степе. Вещи домой отнести. То есть, надо было сразу решить это все. И к вам привел сразу и все. Привел ко мне. Ну, и привел ко мне. Дальше что было? Что дальше было? Мы все рассказали, и вы нас выбрали. Ты по диабину на меня держишь? А ты? Нет. Главное бы сильно выдержать. Ты как зеро стоящее у них? Крапива такая жгучая, натер их, как следует, несполезно. Почти с улыбкой отошли. Это похвально. Так. Над ними не смеяться, не попрекать. Родителям не жалуются. Они ощущены. За ними еще не чистятся. Поняли? Теперь, теперь друг у друга попросите прощения. Прости на них Христа. Где у меня просьба ради Христа? Вот так подойди к нему и скажи, Тарас, прости меня. Покладись. В руки-то вытащи. Вот так вот. Стань, попроси прощения ради Христа. Тарас, прости меня ради Христа. А ты у него. Степа, прости меня на них Христа. Просяешь? Теперь займемся мы вот этим вот. Стойте там. Поближе ко мне встань. Слушай, Егор. Ты это все видел? Да. Да ты бы этих щенков, ты, говорят, так развел. Но тебе все равно. Разве можно так жить? Лишний на человеке вес, я говорю, пять причин. Первое, обжорство. Лишнее ест, сауру наращивать. Второе, ничего в работе лишнего не сделать, не пропотеет. Третье, спанье днем. Днем в горизонтальном положении. И четвертое, без разыщиков всего. У тебя-то четвертое качество вчера выперло просто. Я сижу дома, у меня одно окно только. Вторая строительная, 62-16. А напротив площадка. И жена кричит, там драка. Я только глянул, она нажагируется. Я даже уже ничего не помню. Я помню только, что я уже среди толпы стою и развел их. Неразумно, я знаю. Но после, эти люди, которые были там, как они подходили, как благодарили, там, матерь уже, не знаю. Это Бог делает так. Это написано в книге отца Арсения, отец Арсений. Вот, дал Бог так. Я не успел даже, какая сила-то у меня развести. Ну, где потребуется, я бы развел. Я многое занимался летбоксом, стрелял, готовился террористом быть. Зарь, а почему же ты их не развел? Ну, я не успела отреагировать, а он уже кинул бутылок. А чтоб сориентироваться, сколько тебе? Сутки, двое нужно было. Для ориентации, сколько тебе надо было? Ну, ты видишь, что начинается не то, кинается уже с зажигательной смесью. Уже гранаты пошли в ход. В рукопашную перешли. А я не сообразил. А если бы на тебя бросили, ты мгновенно сообразил. Вначале пинаться, брыкаться. Ты такой и есть. Это называется уголовная статья. Уголовная. Не оказание помощи. Это уголовная статья. Тебя посадили бы. На твоих глазах, маленькие. Я был в Синоде, в Америке, жил. Ну, и приехали в Скаутский лагерь, они мне показать решили все. И говорят, вот эта девочка, это тот дочь того диакона, о котором рассказывали. Он шел где-то там в Руклин. И напали два негра. Он то ли один был, или с кем-то был, с жирой где-то. И он их не бил. Он говорит, вот так схватил их, зашил их. Иди сюда, оба, подойдите. Я, конечно, не тот, я протодиакон, он огромного роста. Он, конечно, они вот так вот нападают. Он вот так вот схватил обоих. И как лбами стукнул, и развел, и бросил. А он на ущелье проскололся, развалился, сразу умер. А другой в дурдоме закончил жизнь свою. Мозги у него перевернулись. Он не бил, ничего, развел их и ударил. За это с него сам сняли, он не протодиакон. Ну, такое дело-то. Суд его оправдал, говорит, он не виноват. Понятно? Вы нарветет на такого протодиакона. Я тебе говорю, ты настоящий протодиакон. Таких-то ты, малышей, вполне мог развести. А ты не сообразил, раздал, что кончится. Пуч, когда начался в Москве, патриарх три дня молчал. Ждал, на какую сторону вести склонность. И тогда ход коммунисты, патриарх Алексей Второй, рейдинер, дроздов. Тогда на тот сторону, тогда бы встал. И все это понимают. Лицемер, патриарх. Почему в первые минуты ты не встал на сторону ту, чтобы не возвратились коммунисты-то? А потому что с ними слепился. Сотрудник КГБ. Там генерал-майор или кто был. Почему ты не развел их? Просто тебе не надо ничего. Они кидаются. А ну-ка, ребята, по сторонам. Не надо ни бить, ни лбами еще. Развел все, бутылку дай. Так, выходим отсюда. Вы что-то безобразничаете. У нас старший есть, Никита Андреевич. Мы ему передадим. Вопрос решился, ничего бы этого не было. Ты это мог сделать? Мог. Почему не сделал? Не сообразил. Сообразил. А у тебя есть с чем соображать-то хоть? Да. Есть. Потеря большая была, то есть мозги начали шевелиться. У меня одна знакомая, но она даже шутки писала, говорит, лишнего веса там много дней. И она говорит, подумала, поесть охота. А потом подумала. Это я сижу за компьютером. Это надо мне сейчас подниматься вот так. Идти в другую комнату. Подходить к холодильнику, открывать его, потом руку. Да нет, лучше не буду есть. Такую работу делать. А ты ищи такую работу. Кого-то поднести, где-то вскопать. Вночь. Вы зажиточно живете. Мы с вами все, где даже поговорим. Зажиточно. То есть дети ваши не исхудали. А у нас есть еще было. Мы рыжик собирали разный, гнилую картошку, дробили, сушили. И никто не вольет. Лишнее. Вам это не надо. Сократи себя. Как? Я не знаю, что ты сам должен сказать. Я не могу тебе сказать. Давай, ты, Маша, на перегонке там с Софьей. Не могу этого сделать. Ты сама избери это. Потому что ты побежишь, у тебя сердце остановится. Пробежай столько, сколько. Софья вчера бежала, когда на велосипеде ехал. Тебе это приговор. Поэтому я ничего не говорю. Вы сами решайте. Ты заметила? Давай еще раз попробуем. Давай. Софья, а как ты научилась так? Почему ты такая, как тростиночка? А почему вот я такая? И начни работать. Я не трогаю, потому что мало времени. И тут надо согласовывать. Если тебе бегать, тебе надо врачи, осматривать давление. Кто желает спасения, тот ничего этого не знает. Давления у нас не было никогда. Температуру мерить. У нас деревни не было. Никто не знал. Что-то голова у меня, жар какой-то. Ну, надо идти на работу туда. Люди-то по-другому рассуждали. Сейчас декретный отпуск сколько? А тогда ни одного дня не было. Ни одного. Ни одного дня. А после как родила, там, ну, три дня, четыре дома была. Я дома, в десятом классе. Приехал домой, пилить, пилить несколько. Мама пилит двуручной пилой. Сидим, пилим, большой пить. Сынок, что-то я недомогаю. А я слышу, что-то такое. Я маленько отойду, я сейчас приду. Отошла, нету нигде. Слышу, кричит. У меня капкана стоит, там, крыслами у свиней. Я туда сумелся, закрыто. А мама говорит, иди за бабкой, кощей херной. Скажи, что мы тут девочку нашли. Девочку нашли. То есть родила. До последней минуты. Все еще пилила, двуручной пилой. Это у нее движение было. И чтобы не разродиться, такого никто не знал. Боли. Боли, конечно, все это правильно. Но мать говорила, она женица, две недели ходит по краю могилы. Поговорка такая, то есть, кровотечение, я побежал за бабкой. И еще не знали. Побежал. Баба, иди, мамка нашла девочку, просила прийти. Ну, дальше дверь она открыла. Мы ничего не знали. У меня сестра, она три года старше меня. Мне было пять лет, ну, а ей выходит два года. И она на печке висели стручки перца, не такого, как сегодня татарь, без печи такой. И она там, видимо, разоплела ее, взяла ее, раздела. Как я побежал к тетке, ай, при ней доська огнем горит. Она думала, она загорелась, а у нее лицо красное, и перец-то попал в глаза. Вот таким родился, ему пять лет. На пять лет он моложе. Значит, мне было минимум шесть лет. Он только родился. шестилетний. И мать родила, а я с улицы, дом-то такой бревнами, я через окно пытаюсь заглянуть, что там есть-то, что у них крещит-то так, с доськой-то что сделали? Я не думаю, что мальчики-то нашли. С доськой что сделали? Они-то подушки в окно поставили, а дальше подняться не могу. А идти отца встречать он пасет. Они говорят, иди отца встречай. Шестилетний, но не больше мне было. И скажи, что мальчика нашли. Ну, я иду, как это, надо найти дети там, уливают вот так вот. Иду, он говорит, что? Татька, мамка мальчика нашла. Пошел вот здесь. Мальчик, пять сыновей, пять дочерей. История скажет, что родила, они знали. Ребятишки, водите, играть охота. А я пеленки стираю. Это мы все, я стираю, то, граждане. Кашу там сварить. Это все уже шести, пяти, шестилетние, мы все это делали. На меня оставили хозяйство. И до того обидно, прям все играют, никак. И где они, ребятишки-то? А у нас в углу была прогрызена дырка. И там мусор иногда сметали туда, крысы прогрызли-то. Ну, мать сказала, да вон, из дырочки достали-то. Но до того не влюбил эту дырку, я здесь и забивала, и мусор туда толкал. Все равно, мне-то ребятишки как-то проладили. Вот такой уровень-то был, капустный. И было радостно, и весело, и один за другим раз. Я вот такой, чтобы как-то никак этому не знали. С кем-то драться. Ну, где-то когда-то, но один раз, там могло быть, напали на тебя. А это свои. Тут же, опять за стол сели, опять на утром на молитве нужны, даже нету. Тарас, ты тебя оставляешь, так хоть мучает иногда за твои проделки? Да. Да. Вон, посмотри на него. Ну-ка, скажи, мучает? Да. Все? Вот один момент. Второй. Садись, Егор. Беспечность. Беспечность. Это не просто недостаток, он смертельно опасен. Беспечный человек пройдет мимо умирающего и не поможет. Но, кто беспечный, попрошел священник, израненный, лежит сам. А самарянин его поднял и увез. В другой национальности. Весной на меня вышел Константин Королев из Канады, знакомый у меня такой есть. И он говорит, вот мать поедет, там две девочки есть, у нас дочь Лиза, она занимается музыкой. А есть, и у вас там, где ей играть, чтобы она не забыла. Я говорю, и есть. И сказал Оливье, и то другое. То есть, ты все знала. И ты могла этим воспользоваться. Почти с первой минуты. Поближе познакомиться. Ну, это только посуду ставит. Чего мертвого? Он признает почему-то, а почему не признает, что-то не так он сам признает. Тебя нет. Вчера она пошла, тебя нет. Дрегла спать. Днем ложиться, спать, к постелям не прикасаться, я говорил. Иначе комнату будем запирать. Дверь повешаю и запру. Нельзя этого делать. Нельзя. Вот сейчас давайте решим. Вставать у нас абсолютно всегда одинаково в пять. Вот еще полторы недели пройдет, будет пол шестого. Потом еще недели не пройдет, шесть. За солнцем идем. Но здесь есть одно но. Ложиться вы можете тогда, когда необходимо. Вам не хватает до пяти. Сколько вам не хватает? Три часа в пять вставать, это пять часов уже от двенадцати есть, и три. В восемь часов поза глаза. Ложиться не позже девяти. желаешь ты, не желаешь, лежи, молчи, не разговаривай даже шепотом. Но ложиться всем не поврось. Решайте. А если отдельно ты хочешь, а я не хочу спать, как отдельно, поговорить надо. со мной тоже было сложно в жизни. Вот я служу в армии, а рядом Окинава японская, и там по-английски говорят, а я изучаю английский язык, и мне надо утром слышать самая слышимость. А вставать надо там, допустим, в семь, а я в три. Я командовал разрешить, а что такое? Я изучаю язык, мне необходимо с наушниками быть, слушать. Мне разрешили раньше вставать. Обычно наоборот просят. Такой навык у меня был. Итак, в девять часов давайте сейчас мы проголосуем. Мальчикам и девочкам. Одинаково. Вы согласны в девять или в десять? Назначьте может быть сами, какое число? Но чтобы вам хватало, дьем не ложиться. Ну, во сколько ложиться будете? В девять. В девять. В девять? Ну, вот и что. Все, вопрос снятый. Помолились до девяти, дядя Володя. Дядя Никита. Девять, чтобы заглохло все. Потому что деревня спит пять, шесть, семь, а они в семь только поднимаются. Но они дольше не ложатся. Человек, который долго сидит, называется Сова в прозвище, а который рано встает, желанно, разные названия. И кто? Я люблю сидеть долго. Он не пишет. Я люблю вставать поздно. Вот что означает. У меня тут был один такой парень. А во сколько встаешь? Во сколько? Во двенадцать иногда в час. Златоуст говорит, праведник ночь превращает в день. Он молится. А преступник день превращает в ночь. Он спит и ничего не делает. Видите, какие интересные выражения. Значит, быть праведником это полезно. Я вот смотрю, как пользоваться водой. Неправильно. Я показал. Ткнул, растер грязь. Мыло не брать в руки. Оно не нужно, потому что грязь легко сразу сходит. Но если ты где-то что-то такое, как масло, вообще, а тут требуется уже вмешательство мыло. Значит, в девять. В девять, а чтобы сходить на двор, помыть ноги, тем более с грязными ногами, полезно. У нас тут были такие залазы. Разве это может? Совершенно не мыть, и ноги просто нечистые. Прямо с ногами туда залезли. Некоторые ложатся, хотя ноги отставят за предел. Никак. Днем вообще к постели не ложатся. Я почитаю. Сиди здесь, считай. Здесь договоримся, давайте. Чтобы не было ни разговоров, ничего. Это место до занятий. Не разговаривать, не толкаться друг от друга подальше. Пришли, как в библиотеке. В городской, в краевую библиотеку даже шепотом не разговаривают. Никто. Я пришел в библиотеку проверить, как мои книги. Там два экземпляра, полные книги. Ну, на руках где-то, а экземпляр, который библиотечный неприкасаемый, он у вас здесь? Она спрашивает потихоньку. Я говорю, да. А что? Я автор. Хотел бы видеть, чтобы книги целые-то. Она пошла, сработала, и все 38 книг вот эти вот мои тащат в охапки из архива показать, какое отношение. Естественно, что я бесплатные книги дала и уважение. Они работают. Они не дремлют. А когда ты вот такой, вот в Америке мне понравилось, я видел, завели меня в столовую где-то, и там обслуга. бегают, молодые ребята обслуживают. Он шагом не ходит, он так, фраг у него тут, бабочки, и как они бегают, как они разносят пищу. Они работают. Два проводника на один вагон, а у нас один проводник на три вагона. И его никто не знает. Он лежит, спит, пьяный. А эти, откуда едете, меня спрашивают. А я гляжу, смокер, ноусмокер. Ноу, более туманное. И мне показалось, не курящий вагон, я туда заперся. А когда зашел, там курят, я к проводнику, по-английски, ему говорю, почему курят, так это вагон для курящих. Я говорю, а я там, так там, говорит, ноу. И иногда его делает не курящим, и да, курящим. Ну, это, мы переведем вас в другое место, в другое вагон. Ну, куда? Ну, это, класс бизнес, бизнесмены едут там, вот это да. Меня туда повел, и там отдельные большие полы такие, каждый, багаж сидит там, фистер, мистер, министр, с ними-то я там побыл. Мне очень понравилось, что работает. У них, как в метро, вагоны видят насквозь, и там, вагон начали 4, клетка такая, пули не пробиваемые, стекло, и полицейские. Постоянно смотрят. А у нас, вот, зарежь, убей, ничего нет. Никто не знает. Мне понравилось, как они работают. Американцы живут хорошо, но они хорошо и работают. И так и немцы. Маленький ребенок уже свое дело знает. Мы это разобрали. Значит, лиза, надо сходить будет к барбашам и попроситься к ним. Потому что, леи не хватает времени. Просто прийти, послушать можно. Тебе надо играть. Играть я его не могу. Вполне может быть, потому что тут место уже зафрактовано. Ничего тут за этим нету, но просто времени то ребенок спит, то что-то еще. Посмотрел я вчера на костре, как было там, все под контролем. Илья, деревенские были, ну не считая, что разговаривали. Картошка, вижу, хорошее. Мы вчера смолили горох, не проваренный. И да, я боялся, чтобы с ним еще ночью не было. Чтобы канонаду не открыли. Да еще по многу даете. Понемногу. Должно быть так разговаривали, чтобы никто не догадался, что это горох. Ни одной горошки, чтобы целой не было. Она должна быть раздавлена. И картошкой. Кошкам-то что-то дали, какое-то. Порщина, закисшая, кошкам не дается. Они отказались есть собака, никто не ест. Что там ты принес? Шарик не ест, да? Я дал, я не знаю, делаю. А кошки от Аши не стали ест. Ну, кошки-то не будет, а шарик у шарик. Ну, что-то надо там раздавить, а там просто кубиком нарезанная картошка. Это суп остался немножко у нас? Я ничего не знаю, я не кошка, я бы съел, но мне не дали. Так что, у кого какие будут вопросы? Ну, мне единственное, вот, не понравилось, что Валерия там читала, пела песенку такую, ну, какое-то мирское, вот это мне единственное не нравится. поеду больше? Мирские, нам нужны учить и божественные. Есть такая песня «Восхождение» у баптистов, там где-то тысячи щек-то, там многие песнопели, у нас есть из баптистов пришедшие, и они многие песнопели у нас на ущелье здесь, у нас выходят и поют. они божественные, они одухотворенные. А вы вчера стихотворение Фрося читали? Слышали? Слышал. А то она сама сочнила. Она написала сама? Да. Ну, слава Богу, надо работать с стихами, работать, не только видеть внешне. Трудность-то вся в чем? Жизнь надо знать, а Фрося эту жизнь мало знает. Она видит вот это, кошка прыгнула вот туда-то, ну, кошка, кошка, а ты так применишь, чтобы переход был к человеку и тронула внутренне его двойной переход. Понимаете, это дар Божий, это дар. Я вот еще на одном стихотворении останавливаюсь, Владимира Семеновича Высоцкого, вот это, стопительный баньку по белому, я от белого света отвык. Понимаете как? Вот банька белая, от белого света отвык, он сидел долго. И пар горящий развяжет язык. Это талант. То есть, он молчал, думал, а теперь распарился, и теперь решил другим поделиться беспросветную глупость мою. Все слова на месте стоят. Это талант. Но от кого? Он к Богу никого не приводит. Ну, стихи талантливые. Вот это даже, я его с Пушкиным сравнивать не могу. Это пустозвон был, у него ничего не было. Вот здесь пишет там Люденье, Онегин, другое, там ничего нету. Платье на письмо пишет, изъясняется. Ну, то есть, обычно, у этого стихи насыщенные. Если пишет о летчиках, то летчики говорят, как он, наверное, летчиком был, он все там вложил. Что интересно, когда он стал власть задевать, то власти решили его прищущить. А председателем ПГБ был Юрий Владимирович Андропов. Он говорит, не надо трогать, при таком области жизни он долго не протягивал. С копытицей. Так и получилось. То есть, вот Андропов такой был умный правителем, вино там не запретили, но мало жил. Умный подавлять мятежи, было где-то, все это кончилось. Я не хвалил, просто говорю, что человек обладал. А теперь открывается тайна, как он живо оставил, другой там также было уельц, называет кого. Нам нужно смотреть образец и сказать Ивангельное, так успокойся. Ты у меня вся туда перешла. Так, Вот Степа вопрос, что ли? Давай. Что-то не важно со Степой не ел, или что-то. Можно я не буду сегодня есть? Во славу Божию. Ты сытый парень, не похудеешь, не похудеешь, так? Что-то маленько проглотил, не так, видимо. Ты картошку-то чистил или так и глотал? Потому что жены плохо желуд принимают, он извергает. Бывает, человек все поел хорошо, но одну муху проглотил, не заметил, все вырвит. Поэтому мух гонять надо. Вчера искал, искал, где мухи пролазят. Пошел, а дверь приоткрыта, а там насыл и честь вертал. А муха на них сидят. Ну, они, ясно дело, там вас ждут, мухи, заходите. Там нам все оставляется, со стола и приборно мы наедимся. А если надо, там наплюем червеем. Все, согласен? Все, не вважь. Так, все, старайся. Мне кажется, это ротовирусная инфекция. А? Мне кажется, что это ротовирусная инфекция. Ему кажется, что это ротовирусная инфекция. Или лишь кило защиты. Эту инфекцию. Аня написала, там в рамочке есть такая, лечебная крапива, телепожор. И все. Всю эту инфекцию пережег, и нету ничего лучше. Обман это все. Если инфекция, значит, происхождение ее надо как-то узнать где. Если человек есть в норме, в горле не останавливается, а он сам прислышит. Никого не вырвала в воду, не можем им инфекции. Дом уж переболела. У меня еще. Дело в том, что у нас на саманам картошку жуки съедают. Просто очень много в этом году. Жуки? Да, колорадские. А, колорадские. Хотя бы сегодня собрать бы до бани их. Так, сегодня пойти собрать. Да. Паучи как собирать. Все вместе соберемся. золы, 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 полно. А зола-то что, она их только отгоняет. Они перелезут к Роману, Роман каждый день собирает, а мы ни разу не собрали еще. Ну, им наказать, к Роману не ходить, а то худо будет. Ну, я в чем могу сказать. Бороться надо с жуками. Интересно, он дышит или нет жук. Если дышит, то он божественный. Все дышище дохвалит Господом. Да, дышит, скорее всего. Почему он не дышит? Клещ, когда попадает, его надо растительным маслом помазать. Ему задницу замазать. Голова у него туда дышит, он задницей. У него другое отверстие там. И дышать ему нечего, начинает клюк вытаскивать. У нас сейчас даже кому-то агни там укол куда-то кто-то залез укусил. Если полетних нет клещей, потихонечку, чтобы головка не оторвалась, а то она загнивает. Тихо. Мы таких клещей с себя сняты. Сколько снимали? Однажды моей мамы прямо под сосок подадили под другой вот такие вот надулись два висели. Конечно, это больно. Больно, ничего дальше нет. Здесь 200 лет потеряют на этот год 18-10 лет и ни одного агнифорита не было. Он там, где хвойные леса. Ну все? Все. Вопросов нет? Нет. Выводы сделайте для себя. О чем мы сейчас говорили? За водой надо смотреть заливать. Мы вчера, а воды нету. Как-то с этими сражками так постогоем не могли открутить. Постогоем сделай, да, ребята, они сделают. А где его взять-то? У меня нету. У меня нету постогоем. Я сделать, говорю, взять кирпич от кирпича вот так ребенку дай, маленький обломок, и пусть порох этот собрать, который не колотить, а тереть. И тогда потом возьми там солидолу или еще маленькое, чтобы было. И там этот рожок где подними маленько, изнутри надо, чтобы воды не было. И чтобы он опустил, и вот эта которая крошка попала на то место. И теперь я только поворачиваю, и она будет подтирать. Я был обыкновенный кирпич. Он очень мелкий и никаких рисок не оставляет, но поверхность эта будет гладкая. Вот так. Договорились. Ну все, тогда давайте наверное за стол позовем. А что у нас движет уже наоборот? Дверь уже с чем? Девятый час. Девятый час? Конечно. Ну ладно. Господи, слава. Благослови нас в отыске. И освети дары, посылаемые Тобой словом истинной и молитвы. Аллилуйя, аминь. Во славу Божию. Садитесь. Иди сюда, почему под аппарат у меня есть вопрос? Всегда просите. Так, стоят и ходите под ногами. Не боясь и спамин не крутитесь. Так, как будто бы было по помощи. Все. ,